Депрессия может навалиться на целую страну. Значит ли это, что ты должен жить депрессией вообще? Бывают целые страны поражают депрессию. Значит ли это, что ты должен жить депрессией? И значит ли это, что у тебя в этой стране тоже все не будет получаться? Абсолютно нет. Наоборот. Если вся страна попадает в депрессию, а ты в этой стране не попал в депрессию, то ты здесь вообще в шоколаде. Потому что если из кого-то выбирать, то только тебя. Понимаете, если все в депрессию, а ты не попал, да ты в шоколаде просто здесь будешь жить, в этой стране, которая попала в депрессию, по какой-то причине. Есть время иногда на целые страны влиять, дорогие мои друзья. Но это не значит, что на одного человека, на конкретного. У вас есть выбор, как жить. Вы можете не поддаваться на общее настроение, на общую панику, на общее влияние. Когда человек начинает ругаться или депрессировать, когда в стране тяжело, он проигрывает в обоих случаях. Ругается, значит, вступает в конфликт с временем, получит еще по башке добавок. А депрессирует, значит, он, так сказать, поддается под влияние времени. Тоже ничего хорошего. То есть он, значит, он просто себя теряет. Единственный выход — это прилагать больше усилий для того, чтобы быть счастливым. И усилия я вам уже все сказал. Это аскезы, которые я перечислил, молитва, плюс добрые дела. Всех любить, всем улыбаться. Добрые дела не означает бежать там, стучать, слушай, я тебе хочу добрые дела сделать. Идите по дороге, настройтесь, трудиться душой, когда вы идете на работу. Улыбайтесь всем. Иногда люди будут смотреть на тебя и думать, где я его видел. Почему он улыбается? Может, знакомый какой-то? Некоторые сразу улыбаются тоже в ответ. Такие люди есть.